Тут можно, например, порезать на какие-то стейки, отбить и пожарить. Мясо оленя вяленое для котлет и даже полуфабрикаты собственного производства. За качество и безопасность своей продукции Евгений готов поручиться. Сырьё проходит несколько проверок, прежде чем попасть на прилавок. Более того, встретить в магазинах или ресторане ямальское мясо вряд ли можно. Доставка обходится слишком дорого. Да и таймырский олень ничем не хуже. Его возможно вывезти с Хаттенги только авиатранспортом. Как сами понимаете, на авиатранспорте невозможно без определенной проверки взять и просто так привезти. Сама доставка очень тяжелая оттуда. По одной-подве туши невозможно у какого-то частника купить. На неё нужны отдельные документы делать, а когда уже лоптом. Ветеринарный надзор по краю усилил контроль за приходящей в край продукции. Специалисты тщательно проверяют документы и происхождение товара. В северных районах проводят вакцинацию домашнего скота. Дополнительные меры предосторожности связаны с зарегистрированной вспышкой сибирской язвы на Ямале. Хозяйственных связей с оленеводами Ямала у нас нет. Животных мы оттуда не перевозим. Продукции, как правило, тоже сюда не поступают. В крае постоянно проводится профилактика против этого заболевания. Так вот в 2015 году более 670 тысяч обработок проведено животных всех видов. Практически в любом регионе страны периодически выявляют очаги сибирской язвы. Но от человека к человеку болезнь не передается. Зарезиться можно, только употребляя в пищу зараженное мясо и используя шкуры больных животных. Поэтому регулярную вакцинацию обязательно проходят те, кто по роду деятельности может соприкасаться с животным материалом. Ветеринарные работники, работники животноводства, работники по переработке животноводческого сырья, сотрудники лаборатории, которая работает с материалом на проведение данных исследований. Последний случай сибирской язвы у нас в Красноярском крае среди людей зарегистрирован в 2006 году. И все случаи, какие у нас регистрировались, это кожные формы, связанные с контактом с больными животными. Жителям края беспокоиться и бежать перевиваться не стоит. Инфекционисты успокаивают. На крайний случай запас вакцины у нас есть. В Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать элементарные меры безопасности. Особое внимание нашего населения обращаем на приобретение продукции, особенно мясной продукции, в местах несанкционированной торговли. Такого допускать нельзя. Мясо должно иметь клеймо и пройти ветеринарное освидетельствование. Сейчас на Ямале работают войска химзащиты. Дополнительно на полуостров отправляют 50 военных. Диагноз «сибирская язва» подтвердился уже у 23-х человек. На днях в больнице умер 12-летний мальчик. В районе действует карантин. По данным местных властей, причиной вспышки инфекции стало необычайно тёплое для Крайнего Севера лето. Из-за этого начала таять вечная мерзлота, где споры сибирской язвы могут сохраняться больше ста лет. Завтра краснярские специалисты отправятся на полуостров, чтобы помочь коллегам. Татьяна Потанина, Эдуард Баглай и Михаил Масленников. Афонтова новости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТУМ possible